итак друзья всем привет приветствую вас на своем канале значит шо у нас по строительству сарая нам привезли профлист привезли стойку трубу и привезли уголок наружный сейчас я вам покажу примерно какие будут стены снаружи и какие будут стены внутри саму стойку привезли по 2 метра размер 80 на 80 самой стойкой их по моему ну мне надо 22 штук но тут трошки больше стойку привезли профлист наружный наружный профлист я взял под кирпичик тут потом пленку будем обзирать при монтаже и будем вот наружная часть сарая буду стены наружный внутренняя сторона внутренняя сторона металл толще металл толще вот такие будут бежевый ну кремовый бежевый уголки вокруг окон коричневые будут внутри и внутренние наружные углы 100 на 100 тоже коричневый будет сами окна кто еще не в теме кто не в теме но кто не видел я брал грубо говоря там за копейки вот такие стекло пакеты с холодильниками это у меня один 3 но он был нижний при перевозке вот такие стекло пакеты я взял это получается дверка с холодильника ну пиво кока-кола а так и сама дверь тут хорошие d алюминиевый профиль и в церкви обрамировано пластмассу то есть я таким образом сделаю петли просверлю и на деревянный короб свист делаю будут пластиковые окна если б я брал бы пластиковые окна вот мне надо их там по-моему 18 штук я взял 20 купил если бы я покупал бы заказывал новые пакеты он им не вышло 1040 а так он стойка вот такой вот штукенции называется закладной детали ямка бурится и у ямку вкидывать буду закладную такую деталь вот это называется закладушка закладная деталь в каждое просверленное отверстие залыто бетоном опускаю воно высыхает и наверх привариваю по бурению самих сваяк грубо говоря мы уже по периметру диаметр свайки 150 миллиметров вот мы по по всему периметру по кругу он мы там остановился попали на камень в камень стрелы надо воно будем разбивать и таким образом сами бурим сейчас покажу как бурю почему я все показывал я буду показывать все поэтапно грубо говоря земли не так шо тя пляпа бы считалось а вот сейчас покажу я как например может будет кому интересно это умова у нас получается вот так и потихоньку не спеша кстати пацаны бурила я показал пару ям вот так пошел поехал глубина каждой ну 70 80 оп вытягиваем опа отбиваем опять дальше просто буду показывать все именно с наглядным примером вот делюсь я что много кому интересно постройка старая и вот получается ну я не добрым не буду же в эту бурить вот такая свая их у меня 22 штуки по периметру почему я делаю по два метра между каждым столбом потому что у меня каждые два метра это загорода и сам столб будет являться что столбом что креплением также закладной деталью самой перегородки для загород между перегородками для свиней то есть он там перегородка у меня между двумя ямами загорода вернее или клетка или загон так само и тут а всего по 16 клеток вот только банчик ох я тебе да ох и да ты шо борьба зараза так хай гуляй чё ты их трогаешь так что друзья так и дела сейчас покажу по ценовой политики вот получается по самой по ценам профтруба просто сравните кому интересно сравнить цены со своими профтруба 80 на 80 54 метра погоны 27 штук по два метра 121 50 получается метр в месте труба стоя 6 561 гривен профлист кирпичик 2 метра 55 штук 218 гривен лист 11 990 толщина я вам напомню 035 профлист бежевый 2 метра 41 штука новин бежевый широкой 235 гривен лист 9 635 угол наружный внутренний ну там 550 гривен и уголок 30 на 30 25 штук по 2 метра 850 и того 29 586 я отдал предоплату 4 586 вчера отдал 25 тысяч и доставка 300 гривен то есть я по если взять оце все во внимание и взять пенопласт и взять окна не помню что еще короче 39 тысяч гривен на данный момент я потратил просто так будем считать весь сарай до самого конца сколько выйдет як я бачу будет дешевле 120 тысяч не знаю кто мне пишет 200 кто 300 кто 500 я не спорю но я специально буду так вам кажется накладну сейчас нам надо приобрести два куба для начала бруса 100 на 50 куб я дивился в харькове три с половиной пиляный сырый брус у нас тут а по месту 4000 куб мне надо куба два с половиной до трех кубов бруса поэтому ну это еще плюс и пошло поехало франтоне мантоне перегородки клетки короче не такой страшный вовк как его рисуют на самом деле ну будем дивиться я еще раз повторюсь делаю все своим трудом со своим сыном и с его одноклассником какая-то помощь он они сами поборили все дырки им трошки осталось я им дал отбой с понеделка будем заливать уже понаготавлю все эти закладушки зальем то есть все своим трудом ну конечно хлопцам тоже надо что-то давать я не скажу что ничего рублев по 150 надо им давать я их сильно нагинаю и им интересно и и мне хорошо не скучно и что принесут поможут и так само пленку обдирать а вона погано обдирается тоже надо то есть а ци все моменты як бы они мне будут дуже помогать каждую мелочь каждый допустим шаг в строительстве сарая буду рассказывать показывать делиться таки вопрос а вы строитель вы что не знаете как работе знаю почему же я и начал показывать на видео чтоб вам показать и хоть и страшилки 200 тысяч 300 и 500 тысяч хоть бы в лес я их все разрушил вот я вам показываю все наглядным примером сколько воно я куда строго стоит то можем она не быстро будет делаться потому что сам своим трудом но я думаю сделаем сделаем потому что девается никуда места мало и так дальше и тому подобное вот у меня еще кусок металла нашел мешок 08 будем с него и делать металл який я беру на сарай все не отакий металл як все привыкли бачить листы мы на таких тоже есть там трошки мы тоже таки тоненький может такого но я не захотел я не верю я не мил вольер летний вы его укрывал поэтому я уже заказал крыша кстати покрышки підскажите то там уже знаю який лучше буду цвет для крыши крыши я думаю будет солнце притягивать а именно кто який посоветую ну так друзья все всем пока держим всех курсе все хорошо и все отлично сейчас кому интересно покажу сами дюрки какие у них условия где они проживают курмушка у них тоже всегда есть он и туда к это ведь туда все стека все всем пока